В общем, хочу вам представить словарь новых слов, которые придумал я, Саша Воростой. Под ваши аплодисменты. Словарь и выражения некоторые. Например, стихосоматика. Есть психосоматика? Есть стихосоматика. Внутреннее убеждение человека в том, что он может писать стихи. Часто ошибочно. Или вот такое слово «шлюбовь». «Шлюбовь» — это то, что чувствует современная молодежь, как правило, вместо любви. «Товтоложец». Тофтоложец — это то, кто много повторяет. Например, такое выражение для проформы — это «товтология». Мало кто знает. На одном литературном сайте я видел это. «Спиртакль». Те, у кого есть жены, могут понимать, что женщина выпивает, когда много начинается спирта. «Поэт-плесенник». «Поэт-плесенник» — это очень скучный автор песен, почти бар. «Латентный тамадан» — это человек, который почему-то приходит на переговоры в фиолетовом пиджаке. «Давноеды» — давно, то есть люди, которые живут в прошлом. «Таракокомбинат». «Таракокомбинат». «Таракокомбинат» — это любое общежитие фекстильного института или театрального образа. «Обманутые тройщики». «Обманутые тройщики» — это когда женщина врет по поводу размера своей груди. «Обманутые тройщики». «Обманутые тройщики». «Клиторальный бродяга». «Клиторальный бродяга» — это некоторых людей называют «мачо», «героль-богник». Это, на самом деле, человек с грустной судьбой и клиторальный бродяга. «Сосиска в тексте». «Сосиска» — это когда вы в тексте встречаете слово «сосиска». «Плево-проходец». Это мужчина, который специализируется на неопытных девушках. То есть любой мужчина в 42 года. «А в 43 уже нормально реабилитировался». «Уже прямо прошел». «Педофильской лобби». Некоторые девушки с такими встречаются и не бросают их наркоманов. Одни ищут принца. Есть шприц на белом коне. Это вот такой герой. «Панюхида». «Панюхида» — это очень грустные понюшки. «Кокса», «Амфетамены» — не важно. То есть люди собрались, чтобы поддержать... Вот, «Ходорковский мешай». Может, Бенки меня поймет. Это болезнь, при которой люди по любому поводу упоминают Ходорковского. Ей очень болеют журналисты «Эхо Москвы», особенно Владимир Кознер. И вот это слово я слышал реально в баре. Не я его придумал. Прошу, чтобы оставить это на вашей фантазии. «Матриархазм». Одна девушка объясняла что-то другое, видимо, прострой, как было раньше. И употребил это слово. Я не знаю, что оно значит, а скажу я вам. «Это когда женщина сверху». «Матриархазм». «Да? И снизу тоже женщина». «И старше тебя лет на 30». И вот все, кто сказали, не девушки сказали. «Матриархазм» это какая-то внутренняя женская тайна, о которой они не скажут. Ну что ж, спасибо, что беленький. Беленький, спасибо, что живой. С вами был Саша Ватстрой. И ладно, ну так меня представляешь как будто. Видишь, все спокойно. Никто не пищит. Спасибо вам.